Война продолжается. Она выбивает из наших рядов лучших. Тех, в ком живет дух воина. Тех, кому не все равно. Тех, кто в защиту своей родины от толп мародеров и насильников с триколором на шевроне счел более важным делом, чем жизнь. Но помимо тех, кто ушел на фронт, эта война убивает и тех, кто в тылу, обрывая их жизни прилетами ракет и снарядов, жизни простых мирных жителей Украины. И у тех, кто остался, возникает множество вопросов, ответы на которые нужны. Нужны для понимания, нужны для прогнозирования. Просто нужны, потому что жить в неизвестности посреди войны на уничтожение – это ад. Сегодня вторая программа, полностью посвященная исключительно вашим вопросам и нашим ответам на них. Мы собрали вопросы, которые вы писали под разными программами и условно разбили их на две части. В первой мы поговорили с полковником вооруженных сил Украины в отставке Сергеем Грабским. Конечно же, с военным экспертом и комментатором мы говорили о фронте. Запад уже не боится Путина и его ядерного оружия. Со знаковым вопросом. Так ли это? Так. Это абсолютно так, потому что все понимают, что Путин своей вот этой войной показал совершенно неспособность России вести современную конвенционную войну. Нет никакой вообще угрозы применения, вернее, боязни применения ядерного оружия на сегодняшний день. Ситуация полностью под контролем. Силы путинского военного наступления выдыхаются, если они берут оперативную паузу? Оперативная пауза – это вполне нормальный процесс в течение боевых действий, когда есть необходимость остановиться, пополнить ресурсы, пополнить запасы. И это не говорит о том, что они выдыхаются ни в коей мере. Зеленский приказал захватить, деоккупировать юг Украины. Значит ли это, что мы уже накопили столько сил, что можем так открыто заявлять о своих планах? Здесь речь идет, как я понимаю, о процессе планирования и определения потребностей вооруженных сил Украины для проведения подобных операций. То, что такие планы существуют, в этом нет никаких сомнений. Но сейчас мы говорим о абсолютно детальном планировании потребностей. И эти потребности будут сравнены с наличием того, что мы имеем. И недостатки этих потребностей будут доведены на наших союзников. И как бы мы будем уже настаивать на том, чтобы оружие именно в таком количестве, в таком качестве поступило к нам как можно быстрее. По вашему мнению, юг Украины – это только Херсон-Мелитополь или Крым тоже? И Крым тоже, но это не говорит о том, что мы просто завтра ринемся в Крым и нанесем удары по Крыму, будем вести активные боевые действия. Здесь операция немножко другого порядка. Нам нет необходимости на сегодняшний день так вот просто вваливаться в Крым. Активные наши наступательные действия будут производиться только до осени, то есть только летом, в дождь и слякоть наступать. Можно? Можно. Есть информация, что в Генштабе России хотят убедить Путина отвезти те войска, которые остались обратно в Россию, потому что дальше наступление невозможно. В общем-то так и есть. В общем-то так и есть. Я неоднократно говорил, что ситуация, которая сложилась, неожиданно для России. Россия не готовилась к такой войне. Она была не готова изначально, потому что к такой войне нужно готовиться годами, и признаки такой подготовки были бы очевидными. Сколько, по вашему мнению, необходимо в такой огромной стране, но с таким огромным потенциалом, как Россия, для того, чтобы обеспечить все те необходимые меры, о которых вы только что сказали? То есть перевести экономику, подготовить мобилизационные базы, подготовить, ну хорошо, не подготовить, а снять некий запас вооружения с хранения? Пять-семь лет. Новая поставленная техника, которая к нам уже пришла и которая к нам еще будет приходить, может ли она нам позволить наносить превентивный удар в будущем? Не только сейчас, но и в будущем. Например, увидели, заметили скопление российской армии еще на территории России, да, и нанесли по нему удар. Да, безусловно. На сегодняшний день мы имеем полное моральное и военное право наносить удары по целям, которые будут разведаны, в том числе, на территории противника. Потому что, скажите мне, пожалуйста, кто может остановить украинскую армию от нанесения превентивного удара, имея ситуацию Краматорска, имея ситуацию Часовьяра, имея ситуацию Харькова? То есть, неужели мы будем думать и рассуждать, имеем ли мы право нанести удар, если мы знаем, что через две минуты эти ракеты из Белгорода ударят, допустим, по Харькову? Да ни в коем случае. Бывший командующий силами НАТО сказал, что Украина может уничтожить Крымский мост. А Россия стала угрожать, что она уничтожит в ответ все мосты в Украине через Днекр. Возможно ли это в принципе? Для того, чтобы уничтожить объект, гарантированно уничтожить объект, нужно нанести ему поражение в таком объеме, который бы исключило быстрое восстановление этого объекта. Ключевая фраза – быстрое восстановление данного объекта. Восстанавливает этот объект, исходя из наличия сил технического, вернее, средств технического прикрытия и, безусловно, сил технического прикрытия, которые находятся в этом районе. Поэтому для того, чтобы уничтожить Крымский мост, во-первых, это колоссальный физический объект. Нужно нанести удары по самому объекту и гарантированно уничтожить запасы материальных средств, которые предназначены для его восстановления, и уничтожить еще те подразделения, которые занимаются его восстановлением. Недавно прозвучали цифры, опять же-таки озвученные Резниковым, о том, что мы поставили под ружье 700 тысяч в сбройне силы Украины и еще около 300 тысяч в другие силовые структуры. Почему у нас тогда до сих пор не получается создать численное преимущество и численное превосходство? Где все эти солдаты? Где все эти люди? Эти люди проходят подготовку, эти люди участвуют в боевых действиях, эти люди проходят ротацию и так далее и тому подобное. Но украинский фронт лежит не только на востоке и на юге, где грязные ботинки оккупантов топчут нашу святую землю, где их жадные до чужого лапы тащат и тащат то, что не ими было создано и выращено. Хотя, определенно, с февраля месяца в рядах российских мародеров произошла некая эволюция. На смену унитазам и бытовой техники из домов украинцев пришло зерно, овощи и фрукты в промышленных масштабах. Правда, выгодополучателем являются не сестры и матери оккупантов в заброшенных Туевых, Кукуевых, Бурятии и Дальнего Востока. Нет, в зерно идет сестрички Сирии, еще каким-то не особо переборчивым миньоном путинского режима. И противостоять этому грабежу Украина может пока только на дипломатическом фронте. Который, кстати, не менее горяч, хотя и менее кровав, чем фронт военный. Украинские дипломаты борются на нем не только непосредственно с Россией. Они вступают в бой с глубоко заложенной российской агентурой в правительствах европейских государств. Они рубят в клочья агентов влияния обезумевшей бензоколонки по всему миру. Но они также и вступают в бой с европейской бюрократией, с европейским пацифизмом. Вот как ужин в мишленовском ресторане стоит есть в соответствующей обстановке и антураже, не смущая официанта просьбой завернуть с собой, так и этот пацифизм. Он был хорош в мирное время. Вытащить его с собой в горнила войны, разожженной Путиным прямо в Европе, не стоит. Раздавят гусениц сметанков, как раздавили миролюбие украинцев. У нас есть множество вопросов к мировым политикам и еще столько же к нашим дипломатам. Так как дипломатический фронт не менее сложен и специфичен, чем фронт военный, лучше получить ответы у кадрового дипломата, человека, который дважды занимал должность министра иностранных дел Украины, Константина Грищенко. Будет ли НАТО воевать за Украину? Я думаю, ответ на этот вопрос достаточно четко озвучил и генеральный секретарь НАТО, и президент Соединенных Штатов. НАТО будет воевать только тогда, когда Россия вторгнется на территорию государства-члена НАТО. До этого позиция НАТО остается неизменной в течение не только этой войны, но и многие годы. Они не собираются вступать в конфликт с Россией при всех условиях, за исключением прямого нападения на одно из государств-членов. Поэтому НАТО как организация на самом деле очень ограниченно участвует в помощи Украине. Она помогает согласовывать те усилия, которые предпринимает государство-члены. Именно они определяют то, какое оружие будет поставляться в Украине, какие боеприпасы будут даваться. И важнейшая роль, конечно же, структура НАТО – это координация, чтобы не получалось слишком много одного при полном отсутствии чего-то иного. Чтобы одновременно с этим не ослаблять оборонные возможности какой-то отдельной страны до уровня, который ниже самых минимальных их потребностей. В этом плане, да, штаб-квартира играет определенную роль. Но все же основное – это решение государств-членов, европейцев. И не вся координация, не вся помощь, естественно, идет по линии НАТО. В основном она идет по линии Европейского Союза, правительства США, Канады и других государств-членов широкой коалиции. Вы прекрасно знакомы со спецификой работы НАТО и вообще в принципе с тем, что из себя представляет этот блок. Правильно ли я понимаю, что на самом деле НАТО даже по структуре и по философии своей является координатором военных усилий стран-членов НАТО? То есть НАТО не имеет своей армии, не имеет своих складов, а координирует в основном и управляет армиями стран-членов НАТО. Она даже не столько управляет, сколько устанавливает стандарты. Стандарты взаимодействия, взаимосовместимости, стандарты в какой-то степени техники. Но здесь, кстати, они не абсолютные. Государства-члены такие, как, например, Греция, закупали советское вооружение в свое время, а потом и российское, и частично, и Украина когда-то что-то брали. Некоторые государства, хотя и в ограниченном количестве, очень. В данном случае организация во взаимодействии с военными структурами государств-членов разрабатывает стратегию, разрабатывает возможные сценарии ответа на те или иные угрозы. Она координирует усилия государств-членов в таких операциях, как в Афганистане или в какой-то степени. Но это очень ограниченная роль самого альянса. Это больше помощь государствам-членам, которые согласились войти в ту или иную коалицию. НАТО, как таковое, ни в одной войне в целом не участвовало как таковое. Единственный, кстати, ресурс, который у них есть, как в организации, это ваксы. Они, тем не менее, естественно, все равно. В основном это американская составляющая, но она находится в подчинении определенного количества этих самолетов. Все. Никаких танков, никаких бронетранспортеров, никаких дальнодействующих артиллерийских систем у них, как таковых, нет. И тут надо четко разделять. Поэтому, когда, скажем, в Москве из НАТО рисуют какой-то мощнейший блок, где все подчиняются одному, и этого нет. Есть общая солидарность, общее понимание того, что статья 5, которая обязывает государству-членам помогать друг другу в случае нападения на кого-либо из них, вот это вот основной посыл, и на чем держится как раз потенциал сдерживания НАТО, которая никогда не ставила перед собой задач по завоеванию, освобождению, помощи военной, и всякое того, что мы наслышали в последнее время со стороны не только российских пропагандистов, но, к сожалению, иногда это подхватывается и многими теми, кто не хочет или не находит времени разобраться в деталях или даже в основе того, о чем идет речь. На самом деле это очень удобно и для российских пропагандистов, и для тех наших, которые транслируют это, потому что, ну как же, тогда не будет врага, тогда бояться некого, тогда обижаться некого. Вот, кстати, по поводу НАТО и по поводу той ситуации, которая сейчас все еще находится в динамике, это ситуация в Прибалтике, Калининград и Сувалкский коридор. У вас нет сейчас ощущения, что несмотря на все угрозы Литве, несмотря на все это бряцание оружием и учения на территории Калининградской области, сейчас Путин сглотнул обиду как-то, вот как-то он, они попускают эту ситуацию? С одной стороны, да, но мне кажется, что и Европейский Союз, а это больше тема Европейского Союза, не заинтересован в том, чтобы еще открывать дополнительный фронт протистояния с Россией. Поэтому какой-то компромисс, такое впечатление будет найдено, естественно, не на условиях Москвы, с пониманием того, что, да, для нужд самого Калининграда внутренних, наверное, будут пропускаться какие-то группы товаров, но под очень серьезным контролем литовских пограничников и таможенников, я себе представляю, добрый взгляд такого таможенника, когда он увидит что-либо, что ему не понравится. Но мы понимаем, что если Россия начнет пробивать какой-то коридор, то это совершенно все изменит ситуацию. Тогда вопрос о закрытом небе НАТО Украины станет просто объективной необходимостью. Возникнет совершенно другая ситуация, и при всем авантюризме российской машины политической, я думаю, что они все же на счетах, по крайней мере, считают соотношение сил и теористки, которые будут с этим связаны. Они не сейчас не справляются с теми задачами, которые сами перед собой ставили еще несколько недель назад. А уж расширять, дальше придется подгонять дополнительные бригады на границу с Финляндией, а она, слава богу, не такая уж маленькая. И, в общем, думаю, что мы своим сопротивлением ограничиваем поле для маневра России на других направлениях. И это является позитивным моментом для всех. Опять же, вы хорошо знакомы с процедурами и с протоколами Европейского Союза. Вы сказали о том, что Европейский Союз будет прежде всего являться инициатором некоего компромисса между Литвой, Евросоюзом и Россией. Пока на данный момент, вот по сообщениям на вчера, Литва вообще покусилась на святое. Они перестали ограничить поставку спирта в Калининградскую область. Это жизненно, мне кажется, важный товар для любого, кто называет себя русской территорией. И пока Евросоюз никак на это дело не отреагировал. По-вашему, это согласованная позиция? Или это же Литва, просто закусив у дела, отрывается за все 30 лет? Нет, мне кажется, что, понимаете, я бы пропустил, конечно, спирт не ограничен в ту территорию, и причем даже еще бы создал по-леду условия. Но тут, видимо, есть другие соображения, которые влияют на принятие соответствующих решений литовцами. Вы считаете, что это литовская инициатива, да, вот дальше закручивать? Дело в том, что есть же санкционный список по товарам, по всем. И литовцы, насколько я понимаю, они просто считают, что все, что включено в этот список, подлежит либо ограничению, либо запрету для транзита в Калининград. Дело в том, что из Калининграда может быть достаточно широкий реэкспорт через те возможности, которые возникают с их портовой инфраструктурой, я не знаю еще каких, с той же границы. Поэтому они, наверное, литовцы, они довольно четкие, и если уже принято решение, говорят, они готовы его выполнять. Даже когда вроде бы тоже четкие немцы говорят, что может не попустить что-то, но вот орднунг, это и есть орднунг. Вы сами назвали это орднунгом, поэтому не мешайте нам, когда мы ему соответствуем. Константин Иванович, Третья мировая война уже началась? Я надеюсь, что нет. Хотя, по сути, если посмотреть, как определить мировую войну, если по количеству тех, кто так или иначе задействован в усилиях по сопротивлению российской агрессии, то это где-то сравнимо с той коалицией, которая воевала против нацистской Германии. Но поскольку нет прямого участия в военных действиях, конечно же, это тоже назвать полноценное участие их в войне нельзя. Мы находимся в ситуации, в которой где-то находилась Британия в 40-м году. Соединенные Штаты, преодолевая сопротивление из-за целистов, которые считали, что проблема европейская, и то ее надо решать европейцам, тем не менее, под руководством президента Рузвельта находили творческие пути для того, чтобы поставлять вооружение, несмотря на то, что в Конгрессе были те, кто были против. Сейчас ситуация несколько иная. Все-таки большинство в двух основных политических партиях понимают, что Украина отбивает атаку не просто на свою территорию, на свой суверенитет, на самые базовые ценности, ради которых умирали десятки, сотни тысяч американцев в течение Первой и Второй мировой войны, не говоря уже о Корейской войне. В данном случае, я думаю, что будут предприняты все усилия со стороны международного сообщества, принятых стран, для того, чтобы попытаться не допустить расширения этой войны на весь глобальный миропорядок. Но для этого нужно будет максимально поддержать Украину, и все это понимают. То есть для того, чтобы не допустить Третьей мировой войны, нужна победа Украины в этой войне. Я не верю, что мы перейдем к Третьей мировой войне. Для этого просто ресурсов у России нет. Есть желание играть на страхах, на фобиях тех, кто привык жить комфортно в Европе и пытается либо засунуть голову в песок, либо просто отмахиваться от того, что нужно делать. Но это меньшинство. Большинство все же понимает, насколько важна поддержка страны, которая подверглась агрессией в центре Европы, по сути, и где это может стать прецедентом для дальнейших агрессивных действий, которые уже вынудят всех давать уже прямой военный отпор России. Вы опять же такие, это Третья мировая война. А чувствуете ли вы, что опять возвращаются времена холодной войны? Вот со всеми вытекающими последствиями, борьба разведок в Вене, вот все вот это вот сферы влияния и так далее. В нынешнюю эпоху возможно все. Но просто вероятность перехода к такого рода силовым действиям уже на территории. Мы это, видите, до полномасштабной войны, которая началась, вот сейчас, это ее новая фаза, полное масштабирование, хотя началась в 2014 году. Еще до этого, в период между 2014 и феврагом нынешнего, мы видели, что применяются те методы, которые как раз характерны для разгара холодной войны. Ведь убийство украинских политических деятелей в Вене, в Мюнхене, в Германии, в конце 50-х годов оно стало пиком как раз использования такого рода методов. Было, насколько я знаю, решение потом политбюро, что готовы отказаться, по крайней мере, рутинного применения такого рода методов, методов, поскольку они работали против, достаточно, кстати, взвешенный подход с точки зрения параметров того, что вообще можно было называть взвешенным в советское время, что не стоит этим заниматься, потому что это только хуже будет. Я думаю, что к этому готовы и спецслужбы западных стран, и мы видим по отправке на родину 70 дипломатов и технических сотрудников посольства России в Болгарии, что ответ будет очень жесткий. Просто некому будет этим заниматься, что называется. Возможности выезда россиян в Европу сейчас ограничиваются даже не столько российской властью, сколько теми странами, которые резко сократили выдачу и виз. То есть определенные характеристики холодной войны мы сейчас наблюдаем, и они становятся чем-то обычным. И я как-то уже раньше неоднократно в разных эфирах говорил, что точно так же, как применение санкций, вначале дается очень сложно, и раскрутить большую группу стран на ограничения, которые потом ведут к каким-то своим собственным потерям, это трудная задача. Но когда это уже стало чем-то обычным и приемлемым, то отказаться от этого будет, но если не настолько же сложно, то, по крайней мере, весьма и весьма непросто. По поводу приемлемой позиции на переговорах, по вашим ощущениям, союзники смогут передать нам столько оружия, чтобы до зимы мы получили эту сильную переговорную позицию, и война закончилась? Ленд-лис начинает работать в этом месяце, скажем так, полноценно. В рамках того ресурса, который там выделен Конгрессом, есть возможности еще дополнительного перераспределения между поддержкой и союзников, есть широкие возможности, и я думаю, что мы можем ожидать много более масштабного объема помощи, который уже будет попадать в войска, где будут ознакомлены, благодаря предыдущим поставкам, с этой техникой, и будут знать, как максимально эффективно ее использовать. Это создает качественное преимущество. Мы видим, наверное, все военные эксперты, дипломаты, политики, политологи, но никак не ожидали, что Украина сохранит свои военно-воздушные силы и будет их применять, да еще и активно, да еще и практически каждый день. Это при том, что соотношение сил совершенно несравнимо. Но возможность просто преимуществом живой силы и устаревшей техники побеждать уже в сегодняшнем мире не существует, и это показывает опыт сопротивления украинских вооруженных сил, территориальной обороны в течение уже почти полгода. О кардинальной победе на дипломатическом фронте. Вы с 1976 по 1980 год работали в секретариате ООО. Вы знаете эту организацию прекрасно. Россию могут выгнать из Совета безопасности ООО? К сожалению, наверное, это будет предельно сложно. Скорее тогда надо просто распускать организацию и создавать новую. Дело в том, что возможность исключения из Лиги наций существовала, поскольку это было предусмотрено в документах самой организации. А здесь это никак не предусмотрено, и любое решение все равно проходит через Совет безопасности. Пока другое дело, что можно, и это, по-моему, уже делает наши посредства в ООН, ставить вопрос о том, почему вообще Россия оказалась в ООН. Кто ее туда пустил? Но, к сожалению, это было решение глав государства СМГ, тогда, когда еще СМГ, по сути, еще и не было. Позволить России занять это место. Но это не было чем-то ратифицированным. Это не было проведено через у нас Верховную Раду или, скажем, в соответствующие парламенты других государств. Просто поскольку у России был контроль за ядерным оружием, то все решили, что пусть она современная, такая демократическая в 91-м, 2-м году страна будет, кто-то один же должен заниматься. Но это вот тот путь, который, ну, как минимум, позволяет нам говорить о легитимности тех решений, вернее, блокирования России решений, которые сейчас необходимы для установления мира. Но я бы не стал на этом зацикливаться, поскольку это будет весьма дискуссионным и, по сути, может привести к разрушению организации. Не все в этом заинтересованы. Не волон. Я думаю, что мы должны опираться на помощь более эффективных с точки зрения оказания реальной помощи структуры. Это ЕС, это сотрудничество с государственными членами НАТО непосредственно. Вся та коалиция, которая собирается в Рамштайне, так называемый формат. Все это более реально, но использовать любую площадку нам нужно. Нам удалось выгнать Россию из Совета Европы. Это сложно сделать из АБСЕ, но все равно надо ставить эти вопросы, поскольку для чего тогда существует АБСЕ, если там Россия может блокировать те решения, для выработки которых она была создана. много возникает тем, но дело в том, что в современном Миннере нет простых решений. Вот простое решение может попробовать принять для себя такая страна, как Россия, но она, как правило, и ошибается. Нет простого навязывания своей воли. Они с этим столкнулись, и, наверное, все более разумные, государства с более разумной системой управления, наверное, думают прежде, чем принимают те или иные предложения. Константинович, я хочу, честно говоря, еще раз немножечко остановиться на этом и услышать это из уст дважды министра иностранных дел и чрезвычайного полномочного посла. Я думал, что эта идея с неправомочностью присутствия России в ООН в принципе это интернет-мем. Я думал, что это интернет-провокация, но это действительно так? Наши дипломаты действительно могут работать в этом направлении? Я думаю, что да, и более того, этот вопрос ставится, но тут же надо еще иметь широкую поддержку. Не все хотят ломать те стереотипы, несмотря на то, что для этого есть те или иные основания. Но сама постановка вопроса, она тоже имеет свои результаты и довольно ощутимые. Имеет перспективы, скажем так, да? Имеет какие-то определенные перспективы. Хорошо. Немножко вернемся к НАТО. Следующий вопрос. После победы Украину возьмут в НАТО? Ну, я думаю, что это будет вполне возможным. Все зависит от того, когда, как, много тем с этим связанными отношения к перспективам членства Украины в НАТО меняются. Меняются в позитивную сторону, но тем не менее определенно сказать однозначно, что это будет именно так, потому что выход из войны может быть сопряжен с теми или иными решениями, которые на сегодняшний день сложно прогнозировать. Однозначно, Украина не согласится на территориальные отступки России. По крайней мере, я не вижу, какое правительство сможет получить мандат на такое решение, тем более, что для этого по конституции надо проводить референд. В любом случае. Так что здесь вопрос, я считаю, просто вопрос присоединения полно правного членства в НАТО, это вопрос, который, по моему мнению, может обсуждаться в зависимости от наших собственных интересов. не все страны в Европе являются государственными членами НАТО, а решение возникает по присоединению тогда, когда для этого возникают определенные условия. Мы видим, как это сделала Финляндия и Швеция, которая в течение почти 200 лет, точно больше 150, была нейтральным государственным в Европе. Но что будет в будущем, покажет будущее. Мы концентрируемся сейчас на победе в войне, на прекращении кровопролития. И вот тогда уже будем определяться, что будет нам более выгодно. Следующий вопрос, судя по всему, от наших зрителей из Белогородской области. Украина имеет право после освобождения своих территорий на захват территории России? Так никто не ставит вопрос захват территории и ставит только Россия. По-моему, ни одно европейское государство, несмотря на то, что существуют фантомные боли, скажем, та же Венгрия после Первой мировой войны потеряла две трети своей исторической, как они считали. Но, тем не менее, не в территории есть счастье, не в территории будущность народов, которые населяют те или иные территории. Территория лишняя нам однозначно не нужна. Нам нужно только то, что исторически и политически является частью наше самоопределение. И поэтому никто на Белгород не будет претендовать. Изгнание Лаврова на встрече Г-20. Что это за сигнал? Ну, сигнал совершенно очевидный. Это непринятие того, каким образом Россия, российская дипломатия оправдывает агрессию. Это аргументы из категории Финляндия сама напала на Советский Союз с 1939 года. Это называется дичи бессмыслица. Так воспринимают это все наши партнеры западные и не только западные. Поэтому о чем можно говорить с руководителем дипломатии, который так или иначе является проводником именно такой линии? Это сигнал, что Россию не воспринимают как нормального участника каких-то международных собраний, переговоров, поисков каких-то решений, где Россия в общем-то нужна, но просто не та Россия, которую мы видим сегодня. Украина выстоит. Выстоит, потому что выстоят те, кто с оружием в руках минусует рашистских солдат, кто ценой своей жизни покупает для наших детей право жить в свободной стране. Выстоит, потому что выстоят те, кто распутывает хитросплетение интересов, хобби, желаний, притязаний на международной арене. Распутывает во время интересов Украины. Выстоит, потому что выстоят в тылу те, кто продолжает работать, даже тогда, когда весь выстроенный за жизнь мир подначасья рухнул под обломками той самой мирной жизни, кто продолжает воспитывать детей, играющих в тревоге и войну, кто готовит еду, продолжает бизнес и последние деньги переводит по покупку беспилотников в МСУ. Выстоит, потому что не может не выставить, потому что мы не одни стоим в этой сакральной битве добра и зла, потому что Украина это дозор и мы стоим на стене в тот момент, когда белые ходоки уже перевалили за эту стену. Мы стоим и мы выстоим, потому что мы это сама жизнь, а она сильнее смерти, в какую бы форму та не родилась и какие бы шевроны не цепляла. До встречи, друзья, ведь нам есть о чем поговорить.